Дорогой селфи прямо сейчас в тоннеле и главный тренер сборной Португалии, который выглядит как член политбюро ЦК КПС. Все возможное с этой командой. Суть по всему, Испанию сильно опасаются, потому что в Греции. Вот как бывает. Ну а теперь он действующий чемпион Европы. Артём Шмельков, Денис Казанский. Первым мы видим Пепе, Бруно Алвиш. Бруно Алвиш, так же как и Руй Патрисио. Очень красивая история и важная история для этих детей, для всех тех подростков, которые страдают. На самом деле это практически калька с французской Марселезы, но не будем уж так принижать португальский эмоциональный гейм. Мы его дождались. Руй Патрисио начинает в воротах. Пепе под третьим номером и Бруно Алвиш под вторым в центре. Роналду. Давай сразу комментарии. И все португальские коллеги в нашей команде, говорят португальцы. И вот мы посмотрим, как сегодня она проявится. Думаю, что всё равно это в 2014 году, где Алжир, пройдя Россию, был даже в числе участников флей-офф. Теперь количество тренеров остановился на своей легенде. И не попав на чемпионат мира, причём провалившись со свистом, теперь будет пробовать хотя бы отобраться на Кубок Африки. Но нас, конечно, больше интересует португальская команда. Мы поехали вместе с командами. Для них это важная отсечка. Для португальцев, выезжающих уже буквально на день. Криштиану Роналду. Мы замолкаем. Стадион наоборот. Криштиану. Ох, какой момент. Мы бы, наверное, молчали бы и дальше. Криштиану хотел, очевидно, пробить под стенкой, которую хотел своим замахом заставить прыгнуть. И она уже и взлетела даже слегка. Секунду. Мы играем сборной России, да? И Саудовская Аравия, и Египет, и Ругвай. Так что... Вот всё может быть, да? Мы как-то Испанию выносим на первое место в этой группе, во второе место, пожалуй, что Криштиану и компанией. Вот посмотрим, что будет у нас. Ну, в общем, я намекаю на то, что может и пересечься путь Криштиану и Станислав Станислав. Су Португалию Криштиану лично Роналду. Раз, два, три. Один-ноль. Нет, нет, после свисточка. Там всё равно все в восторге, естественно. Они оценили исполнение. Пусть и выключился там защитник, чуть меньше, может быть, вратарь. Осмотрим, был ли офсайд. Вообще не факт. Вообще не факт. Не было офсайда. И подбирали как раз ему в пару, кто же должен играть. Ну, вот, ох-то. Из офсайда. Потому что опять, вот, указывая эту проблему центрального защитника. Ну, здесь численное преимущество в обороне сборной Португалии. И напрашивается опять длинный пас. Рой Патрисио так застоялся. И посмотрите, как ему в бедро прилетает соперник. Совершенно безо всякого питья. Это тут отнёсся тот самый мой любимчик Буханшуш. Смотрите, как оп, в бедро. Очень неприятно коленкой-то в бедро. Особенно если оно было напряжено в этот момент. Рой Патрисио. Ну, вот, раз он попался в кадр, давайте скажем, что на данные суммы и личного контракта, и отступных клубов. Ох, как здорово сыграно! Ну, просто чудо! Да. Рой Патрисио попозже. Потому что сейчас явный повод повосхищаться этим взаимодействием. Пас из глубины. Скидка под удар Бернарду Силва. Просто как вот в руки поймал и в ножку положил. Гонсало Гедыш. Второй гол за сборную Португалии. Забивает этот совсем ещё молодой нападающий. Красивый гол. Действительно такой породистый для сборной Португалии. Если бы на месте Гедыша оказался Криштианом, мы бы тоже не удивились. А здесь великолепная скидка. И как непривычно видеть Силву, что Желс и Мартинс много играли в предыдущих товарниках. А пока и без них как горячо! Здесь пожадничал, на самом деле, откровенно говоря, Криштиану. Потому что на дальние штанги с мячом бы просто входил бы в ворота Бернарду Силва. Ну, а здесь какое классное взаимодействие. Как вовремя передача отлипает от ноги. Да, намеренно, конечно, он пробивал. Не потому, что не видел, а потому что швейцарцы. Так, местный генералитет. Пожалуйста. Эммануэл, Эммануэл, Фернандо, что он проскочил рядом с Жуао Марио Аргелия. Буквально-таки как какая-то мифическая земля. Вот. Буханшуш. Вот. А что, вот Буханшуш тоже у него родное происхождение. Он тоже в чемпионате Алжир трудится. Мне кажется, такой вектор избрал Рабах Маджир. Привлекательный. Атака имени Рафаэля Геррейра. Подача. Ух ты. Ох, ребята так засмотрелись, что сами себе чуть не забили. Но передача умна, хороша. Исполнена здорово. Кто там не попал по мячу? Гедыш, да? Да, тот самый. Ох, чуточку не хватило. Но здесь красота, смотри, как. Разобрались. Дэнс Бэйни. Иначе по флангу ложится в ногу Криштиану. Но это просто браво. Браво Португал. 2-0. Ну и остался посидеть немножко на газоне. Криштиану полюбовался передачей на Бруно Фернандеша. Сказали мы, что Гонсало Гедыш, автор первого гола, забил свой второй мяч за сборную. А вот для Бруно Фернандеша, недавнего игрока молодежки, это дебютный гол за национальную команду. 2-0. Португалия. Да, может быть, это еще не разгром. По факту, но по смыслу игровому. Бруно Фернандеша и начал, да, Фернандеша. А португальцы-то не унимаются. И Криштиану снова в качестве ассистента. Но с левой ноги Бернарду Силовой мяч уходит. И желтенькая. За что? Получает ее Бернарду Силовой как раз или нет? Или кто-то из алжирцев? Сейчас бы вот распознать бы, почему Крейг Поусон достал. А, конечно, конечно. Вот за этот подкат наказан 21 номер команды «Алжира». Сооружают остроту. А до удара-то хоть раз дойдет. Вот так с рикошетом угловой заработали. А это шанс, как вы понимаете, для любой команды вот такой простенький, как «Алжир». Любой стандарт – большой подарок. Да, вот так одним касанием взбодрил атаку. И действительно очень красиво действовал. Коня уносят ее куда-никуда. Сам себе же в ногу попал. Гонсало Гедыш оставлял мяч партнеру. Или это все-таки был Бруно Фернандеш? Да, Гонсало Гедыш остался лежать чуть дальше от ворот соперника. Значит, это Бруно Фернандеш. Чуть-чуть перемудрил на ходу. Вот здесь, подбирая ногу, угодил себе. Правой пяткой в левую ногу. Давайте, ребят, отдохнем. А потом вот выйдем на тайм второй и посмотрим, что из этого будет. Начнет беречься Фернандо Сантуш и будет менять своих игроков. И они едут на чемпионат мира. Причем даже те, кто этими чемпионами не становились. Тот же Бруно Фернанд. Мы сруем Патрисию в воротах. Бруно Алвиш и Пепе в центре обороны. Главный арбитр. И удивительно, что ни Маджер, ни Сантушу действительно взамен не сделали. Лали. Вот и все. А португалит, конечно, шкуражится. Так, вторая желтая карточка. Появляется и у этого твоего любимца. Да. Пуханшуш. Игрок. Мем в некотором смысле. Вот смотрите, здесь заигрался. У него на втором касании мяч отобрали. Но вот он решил не уступать. И до последнего преследовал Криштиану Роналду. Но холл, конечно, неоспоримый. Смел дотянуться. Бернарду Силдой здесь успеет. Где мяч? Вынесен он. Второй ушел. Третий остановил. Пусть и с фоллом. Вот здесь розыгрыш углового был. Классная, хитрая передача. Криштиану. Без фола. Мне показалось, что мне тоже казалось чисто. Но тем не менее прозвучал свисток. Фенхад фолит. Да нет, но сам баланс потерял уже и грохнулся. Криштиану здесь уже без канонических пяти шагов. Потому что мяч чуть под углом к воротам расположен. Мяч мощный. Только не вот ни слова на уши, как обычно бывает у представителей этого замечательного вида спорта. Ну а здесь красивый удар Криштиану. И стенка разумно вот так вот сминает своего соперника. И дальше в Сальхим. Суареш. Ох, красиво на Криштиану. Криштиану поймал мяч и аккуратненько отправляет своего коллегу прокатиться по сырому газону стадиона. Но мяч идет совсем в другую сторону. Мне показалось, что все-таки не простреливал на партнера, а все-таки бил в ворота Криштиану. Да, кстати, мяч на вратаря коснулся. Для того, чтобы, это же, конечно, нужно умудриться, чтобы Кабо Вердо обогнал Россию в рейтинге FIFA. А у нас третий гол. Да, вот так вот воспоминания о товарищеских встречах. Португальцы завершают дело разгромом. Это 55-я минута. То есть еще потенциально парочку мы сегодня можем увидеть. Да, там уже подняты игроки из запаса. Час игрового времени для основы. Достаточно его оказалось для того, чтобы уже зафиксировать разгром. Гонсало Гедыш. Сегодня второй, а всего третий мяч за сборную для этого нападающего. Но опять классика жанра и опять полезность крайних защит. Карьера с итальянским футболом складывалась. Только она третий. И пошла. Дело в том, что Марио Руи не мог никак из серии боя вылезти. Три сезона там играл. И вот в конце концов попался на глаз Маурицио Сари. И Рома его купила. Правда, потом немедленно решила отдать в Наполе. И вот в Наполе как раз Марио Руи...